Апсалом 113 Когда вышел Израиль из Египта и дом Якова из народа иноплеменного, Иуда сделался святыней его, Израиль владением его. Здесь пророк свидетельствует о великом снисхождении милости Божией. Какой? То есть, что он наперед являет собственную силу, а потом и требует поклонения себе. Это выражает пророк словами. Когда вышел Израиль из Египта, дом Якова из народа иноплеменного, тогда, говорит, он явил свою силу знамениями в Египте и в пустыне. Тогда и усвоил себе народ Израильский. Так поступил он и с Адамом. Наперед сотворил мир и явил могущество своей премудрости и силы, а потом создал человека и потребовал от него поклонения себе. Так и единородный Сын Божий наперед являл многие различные знамения, а потом требовал веры. Потому и людям, приходившим к нему вначале, как еще не получившим от него залога и доказательства его божественности, он не говорил, веруете ли, что могу сотворить это, а только показывал знамения. Когда же он по всей Палестине оставил памятники своей силы, исцеляя телесные недуги, истребляя зло, проповедуя о царстве, преподавая спасительные законы, тогда и стал требовать веры от приходивших к нему. Люди стараются наперед приобрести власть, и тогда уже начинают благодетельствовать, а Бог начинает с благодеяний. Но что я говорю о других благодеяниях, когда Он наперед претерпел Самый Крест, и потом победил Вселенную, доказав делами свое о ней попечение. Это и выражает здесь пророк в словах Псалма. Иуда сделался святыней его Израиля, владением его, когда вышел Израиль из Египта. То есть при удалении, при освобождении из Египта. Не сказал просто от Египта, но приусокупил. Из людей варварских, из народа иноплеменного, названием врагов, показывая попечение Божие, от столь жестоких, бесчеловечных, варварских египтян, они не могли бы освободиться, если бы не получили помощи от крепкой руки и непобедимой десницы. Действительно, египтяне были свирепее диких зверей, грубее камней. Будучи поражаемыми бесчисленными ударами, они не смягчались. Так, назвав египтян народом варварским, пророк выразил превосходство силы Божией, которую он, столь дикий, столь жестокий народ, отчасти убедил, отчасти принудил против волос, воле отпустить рабов, а потом потопил противников в море и таким образом освободил народ свой. Что значит? Иуда сделал со святыней его, иначе сказать, сделалась народом служащим ему, народом преданным ему, народом усвоенным ему. Собственно же, святыня называлась храм, святилище, святое святых, как и Захария говорит о некоторых спрашивающих. «Плакать ли мне здесь у святыни, или будем поститься, указывая на возвращение кивота и всего прочего?» Иуда сделался святыней его. Прежде она была страной нечистой и презренной, а когда вступил в нее народ израильский, тогда сделалась святыня его. То есть святыня введена в нее соблюдением закона, жертвоприношениями, богослужениями и другими священными обрядами. «Израиль владением его». Что значит «Израиль владением его»? Значит, подвластен ему. Хотя вся вселенная находится под властью его, но эти люди подвластны и по особенной близости к нему. Им он сообщал пророчества, беседовал с ними и преимущественно устроял дела их. Еще и в другом отношении эти люди были его народом. Именно в том, что по его мановению они часто и выходили на войну, и предпринимали многое другое. Освободив их из рук варваров, от насилия, рабства, крайней опасности и несчастья, он сделал со царем их. Потому и в другом месте, оправдывая себя и показывая, что он наперед сам от себя давал им, а потом требовал себе воздаяния от них, он сказал, «Когда ты был в пустыне дом Израилев или страною мрака». Смысл этих слов следующих. «Был ли я бесплодным для вас? Не сообщал ли я вам бесчисленные блага? Не изменил ли самому самую природу? Не заставлял ли стихии служить вам? Не даровал ли вам жизнь, свободную от трудов человеческих?» Иеремия 2.31. Поэтому он и говорит, «Был ли я для вас пустынею, дом Израилев? То есть не сообщил ли я вам бесчисленные блага? Освобождение из Египта, избавление от варваров, явление чудес, жизнь в пустыне, наследие Палестины, покорение язычников, постоянные трофеи, непрерывные победы, чудные знамения, непрерывные чудеса, плодородие земли, умножение вашего рода, славу по всей вселенной и многие другие. Видишь ли благодеяние Божие? Поэтому он и превосокупляет. Или землей неплодной? То есть не пользовались ли вы от меня бесчисленными плодами? Не благословлял ли я вход ваш и исход ваш, стада ваши и паствы ваши, хлеб ваш и воду вашу? Не оградил ли я вас безопасностью? Не делал ли вас неприступными, страшными и непобедимыми? Не кекло ли к вам все, как из источников земли и с неба? Владыка тем особенно являет себя, что промышляет о подданных, печется и заботится о них. 328. Потому и Христос не сказал, пастырь добрый принимает честь и служение, но душу свою полагает завец. В том и заключается власть, в том и состоит мудрость пастырская, чтобы презирать свои выгоды и заботиться о благе подчиненных. Начальник тоже, что врач, или даже больше врача. Врач доставляет исцеление своим искусством, а начальник, кроме того, и собственными опасностями. Так поступал и Христос, претерпевший заушение, распятие и бесчисленные страдания. Поэтому и Павел сказал, и Христос пришел не себе угождать, но, как написано, поношение поносящих тебя впали на меня. Итак, пророк исчисляет здесь два или три более благодеяний. Говорит, что Бог избавил иудеев от варваров, освободил от иноплеменников, вывел из рабства, прекратил их труды и бедствия, совершил бесчисленные чудеса, а потом удостоил их сделать своей святынею и подданными, потому что это немалый род благодеяния, что Он избрал их в свое владение. Море увидело и побежало, и Ордан обратился назад. Смотри, как он усиливает речь и указывает на большее благодеяние. Для чего, говорит, упоминать о варварах и язычниках, когда и самая природа покорялась, отступала и возвращалась назад, видя предводителей, давая путь вождю народа. Действительно, все тогда покорялось и уступало народу еврейскому, дабы он знал, что все происходившее с ним было не следствием усилий человеческих, но чудесным действием божественной, неизреченной силы. И заметь выразительность речи, как прекрасно пророк составил ее. Он не сказал, отступало или удалялось, но что? Море увидело и побежало. Выражением «побежало» он хочет показать быстроту отступления, силу страха, легкость действия Божьей. А дабы кто не подумал, что это явление было периодическое или случайное, он с того времени более не происходило оно, но было только однажды, когда повелел Бог, и при том действовало на различные лица. Беспорядочное течение, вот, как бы разумное и одушевленное по повелению Божьей, одних спасло, а других погубило. Для одних сделалось гробом, а для других – колесницей. Тоже можно видеть и в пищи вавилонской. Огонь, действовавший простым и обыкновенным образом, обнаружил великую разборчивость. Когда Бог повелел одних, находившихся внутри его, он спас, а других, находившихся в ней, объял и умертвил. И Ордан обратился назад. Видишь ли, как чудеса совершались в различные времена и в различных местах. Дабы иудеи знали, что сила Божия распростерта везде и не ограничивается местом, Бог являлся совершающим чудеса везде. И в пустыне, и в стране варваров, и в море, и в реках, и при Моисее, и при Иисусе. И везде сопровождали их знамения, чтобы, смягчив чудесами свою бесчувственную душу и грубый ум, они сделались покорными и способными к принятию Бога познания. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Здесь представляется нам немаловажный вопрос. Некоторые в недоумении говорят, а вышесказанным мы знаем, что оно было. История передала нам, что и Черное море разделилось при исходе из Альтиан, и Ордан обратился назад, когда проходил кивот. А о том, чтобы горы и холмы скакали, мы не видим нигде письменного свидетельства. Что же сказать на это? То, что пророк, желая сильнее выразить радость и величие чудес, представляет и самые недушевленные твари играющими и скачущими, как бывает с веселящимися. Поэтому он и употребляет подобие, как овны, как агнцы, эти бессловесные, когда радуется скачками, выражает свою радость, как другой пророк, изображая бедствие, говорит, что виноград рыдал, и вино плакало. Исаия 24.7 Не в том смысле, будто виноградник действительно рыдал, разве может рыдать виноград? Но желая выразить чрезмерность скорби, усиленным образом представляет и недушевленные твари, как бы участвующими в скорби. Так и здесь пророк представляет тварь, участвующая в радости, чтобы показать величие этой радости. Так и мы, встречая какого-нибудь почтенного мужа, и желая выразить происходящую от того радость, обыкновенно говорим, ты наполнил дом радостью, разумею, не стены дома, но выражая чрезмерность радости, что с тобой море, что ты побежала, и с тобой, и ордан, что ты обратился назад. Продолжает речь в виде вопроса и обращается к стихиям, опять в том же смысле, в каком изобразил их скачущими. Как там он говорил о них, не усвояя им чувства, но желая показать чрезмерность радости и величие совершившихся дел, так и здесь предлагает им вопрос не потому, чтобы они имели чувство и могли отвечать, но чтобы яснее выразить предмет и показать его чудесность. 330. Так как произошло нечто новое и необыкновенное, то он и делает такой вопрос и сам предлагает ответ. Пред лицем Господа трепещи земля, пред лицем Бога Яковлева. Здесь он опять называет движение, выражает удивление, изумление, восторг, чтобы показать величие событий. Желая при этом показать, как велика добродетель этого мужа Якова, имя раба соединяет с именем Господа. Так и Павел меняет эту великую честь святым и приписывает тому, что они отрешились от всего житейского. Он не только упоминает об этой чести, но излагает и причину ее, чтобы показать слушателю тот путь, которым он может достигнуть такого преимущества. Какого? Того, чтобы Бог назывался именем рабов. Потому и сказал по этой причине, и не стыдится Бог называться их Богом. Евреям 11,16. Как же Бог назывался их именем? Он говорил, я есть Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Исход 3,6. Излагая наперед вот причину такого названия апостол и говорит евреям 11,13. И все все и умерли, не получившие обетования, но только видели и издали, и радовались. Вот причина, потому и продолжает по этой причине не стыдится Бог, называть себя их Богом. Какая же, скажи мне, причина этого? Та, что они исповедовали себя странниками и пришельцами, не имели никакой привязанности к настоящему, но, отрешившись от всего житейского, жили таким образом в земле чужой, превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод. Могут ли, скажи мне, получить прощение люди жестокие и упорные, когда камень несекомый, твердый и грубый повинуется велению Божию, а человек, украшенный разумом, самое нежное создание становится бесчувственнее камня, превращающего скалу в озеро. Пророк несекомым камнем называет здесь камень, как нелегко уступающий железу и только с поверхности, едва раздробляемый ударом, но и он изменил, говорит, свои естественные свойства и произвел в источнике вод. Творец природы может изменять самые законы ее и являть противоположные им действия, как и поступал он часто во многих случаях, показывая, что он же создал все из ничего. Таким образом, сказав о древних благодеяниях, чудесах, знамениях, как Бог избавил иудеев от рабства иноплеменникам, как вывел на свободу, как изменял стихии и все исполнял радостью, пророк обращается теперь к настоящему, прибегая к той пристани. И как прежнее совершалось не за заслуги людей, получавших благодеяние, а по человеколюбию Божию, и ради имени его, чтобы, как говорил он, не сквернилось имя мое, не хулилось, но чтобы все видели и сдел силы и могущества его, и посредством их поучались, так и теперь пророк представляет то же основание и говорит, если мы неисправны по жизни и безответны по делам, то сделай это ради имени Твоего, что говорил некогда и Моисей, согласно с ним и псалмопевец говорит, не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей, не для нас говорит, но не для того, чтобы нас сделать более славными и знаменитыми, но чтобы стала известна сила Твоя, а имя Его, как тогда прославляется, когда Он защищает и помогает, так прославляется и тогда, когда мы живем добродетельно и блистаем своим поведением, так да светится свет ваш пред людьми, сказал Господь, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего небесного, и как добродетельные жизни наши оно прославляется, так напротив порочные жизни хулиться, указывая на это, Он сказал через пророка, ибо ради вас хулиться имя Мое в народах. Таким образом, не имея возможности ничем оправдать их, Салматеевец прибегает к этому, как делал и Моисей. Впрочем, Бог, пекучийся спасения людей, не всегда так поступает. Если бы Он всегда так поступал, то многие из людей без печени сделались бы еще худшими, имея величайшую надежду на безопасность от бедствий в том, что Бог будет постоянно спасать их для своей славы. Но этого не бывает, потому что Бог заботится не столько о своей славе, сколько о спасении людей. Если люди иногда придирают славу, то тем более Бог, который ни в чем от нас не нуждается. Но пророк, принимая на себя ходатайство за них, как я сказал, представляет защиту их тот, что было возможно, и два раза повторяет выражение. Не нам, Господи, не нам, показывая великое недостоинство спасаемых, но имени Твоему дай славу. Мы достойны бесчисленных бедствий, но дай не скверниться имя Твое, а милости Твоей и истине Твоей. Видишь, как ясно и сам пророк знал, что Бог, часто, забывая о собственной славе, заботится только об исправлении грешников. Поэтому Он и присовокупляет ради милости Твоей, ради истины Твоей. То есть по милости Твоей окажи нам помощь, если ты не желаешь себе славы от людей, то по милости Твоей и ради истины Твоей. Бог может, да, может, не только милой, но и наказывая достигнуть славы. Но не так говорит поступи с нами, а по милости Твоей. Нам следовало бы воздать славу имени Твоему своей жизни и поведением, но так как мы этого не сделали, то поступи с нами по своему снисхождению, по милости и человеколюбию. Для чего язычникам говорить, где же Бог их? Бог наш на небесах творит все, что хочет. 332. Слышу, как и ныне многие, когда молятся, повторяют эти слова, но боюсь, чтобы когда-нибудь не пришлось им в другом смысле говорить, где их Бог, когда многие станут похищать, обижать и делать бесчисленные неприятности. Бог наш на небесах творит все, что хочет. Здесь пророк говорит против заблуждений неразумных, так как многие из них не знают, что есть Бог, то для истребления такого заблуждений он и говорит Бог наш на небесах творит все, что хочет. Если на небе, то тем более на земле. А что же значит творит на небесах все, что хочет? Здесь он разумеет или горние силы, бесчисленные сомны их, или повеление Божие, которое легко исполняется. Если на земле существует великое смятение и беспорядок, то никого этого, а не от бессилия Божия. А силе и могущести Божьем свидетельствует все, совершающееся на небе. Если же на земле не так, виновны в этом люди, сделавшие самих себя недостойными. Можно и иначе понимать это выражение. Именно так, что Бог по долготерпению своему за многое еще не наказывает по достоинству. Потому и нечестивые торжествуют над праведными, что человеколюбивый Бог не хочет тотчас же наказывать за каждое преступление, иначе род наш давно был бы истреблен. Пророк говорит здесь, что Бог силен, могуществен и в состоянии наказать. Это видно и сделал его на небе, но он не делает этого, соблюдая во всем долготерпение и располагая живущих порочно к покаянию. А их идолы серебро и золото дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, есть у них ноздри, но не обоняют, есть у них руки, но не осязают, есть у них ноги, но не ходят, и они не издают голоса гортани своею, подобны им, да будут делающие их, и все надеющиеся на них. В 105-м псалме, описывая безумие идолопоклонников, рог сказал, сынов своих и дочерей своих приносили в жертву бесам, стих 37-й, настоящим же он показывает бесчувственность их, по которой они прилепляются к бездушному веществу и, перечисляя все члены идолов, пространно посмевается им, потом присовокупляют. Подобны им, да будут делающие их, и все надеющиеся на них. Хотя уподобление им подвергает решительному проклятию. Хорошо пророк составил речь свою, выставляя на вид крайнее их безумие и представляя их смешными. В самом деле, не смешно ли, скажи мне, привязываться к истукану, представляющему крайнее бесстыдство? Кто захотел бы видеть ногую женщину? А бес сидит в ногом изображении. Истукан изображает то блуд, то безумную страсть к мужчинам, что означает на них орел? Что гнимиет? Что преследующий деву Аполлон? Что другие отвратительные изображения? Везде сладострасти, везде разврат, везде изображения незаконных кровосмешений и неистовых страстей. Истуканы, и празднества, и торжественные собрания, и обряды их, суть выражения, памятники и училища бесстыдства. И не только бесстыдства, но и убийств человеческих. Потому тем же они и воздают честь бесам. У них нет ничего, кроме разврата, невоздержанного пьянства, жестокости, бесчеловечия, убийств. И как может видеть всякий, все праздники их состоят в этом. Таким образом выставлено посмеяние бесчувственность идолу и безумие надеющихся на них. Пророк обращается к прославлению Бога и говорит «Дом Израилев уповай на Господа, Он наша помощь ищит. Дом аронов, уповай на Господа, Он наша помощь ищит. Боящиеся Господа, уповайте на Господа, Он наша помощь ищит». Этими словами он изображает силу Божию и несравненное превосходство его перед всеми. «Описывая дела, совершенные между иудеями, Он показал двоякое или троякое благодеяние Божие. Во-первых, то, что Он избавил их от бесов, во-вторых, то, что сообщил им познание о самом себе, в-третьих, то, что даровал им помощь свою». Теперь он говорит раздельно об Израиле, о священническом роде и о происходящих к нему изызычников, приходящих, потому что священник и мирянин неравны между собой, но первый имеет некоторые преимущества, поэтому он справедливый и делает разделение. Действительно, священникам предоставлена была большая честь. 334. Потом желая показать, что промышление Божие не ограничивалось одними иудеями, он упоминает и о прозелитах, обращавшихся изызычников, выражает, что Бог простирал помощь и благословение свое на всех. Господь помнит нас, благословляя, благословляет дом Израиля, благословляет дом Ааронов, благословляет боящихся Господа, малых с великими. Что означает благословил? То есть взорвал бесчисленные блага. И человек благословляет Бога, как, например, говорится, благослови душа моя Господа. Но, благословляя Бога, он сам приобретает пользу, получая себе просвещение, а не доставляя что-нибудь ему. А Бог благословляя, доставляет нам сам же от нас ничего не получает. Бог есть существо, ни в чем не имеющее нужды. Следовательно, и в том, а в другом случае мы получаем пользу. Как же он благословил иудеев? Он дал им хлеб с неба, произвел воду из камня, хранял входы и исходы их, умножал стада их, назвал их народом, избранным царским священством, дал закон, посылал пророков, возвещая тоже и в другом месте, пророк говорит, никакому народу ты не сделал так и судов твоих им не явил. И другой пророк говорит, какой народ так мудр, как тот, кто приближает к нему, кого Господь приблизил к себе старозаконие 4.7. Малые с великими, ни одно поколение, говорит, не было лишено благословения, но на всех распространялось оно. Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим. Видишь ли другой вид благословения, умножения рода? Поэтому другой пророк, представляя противоположное следствие в виде наказания, и говорит, и умолились, есть малейшие, более всех обитающих на земле. Это благословение они получали в Египте, хотя было бесчисленное множество препятствий, труда, притеснения, жестокость приставников, но слова Божии ничто не останавливали. И благословение его действовало так, что в 200 лет они умножились до 600 тысяч. Тогда в этом заключалось благословение, а теперь в Новом Завете в другом, гораздо лучшем. Потому Павел говорит, благословен Бог, благословивший нас всяким благословением в духовном небесах во Христе еще, а тому, кто действующий в нас силою, может сделать больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Ефесянам 1.3.3.20 Потому и пророки в древности, желая оказать благодеяние, подавали это благословение. Так Елисей вознаградил жену, принявшую его дарованием Сына. В Новом же Завете благословением служит не это, а гораздо лучше. Так Порфира продавщица не этого просила у апостола. А чего? Если вы признали меня достойной Господу, то войдите и прибудьте у меня. Видишь ли, какое различие между Ветхим и Новым Заветом? Чего желали тогда и чего теперь? Также Христос говорит, радуйтесь, что имена ваши записаны на небесах. И Павел Бог же надежды, да исполнит вас радости и надежды в вере по избыточествующему богатству вас в надежде силой Духа Святого. Римлянам 15-13 Видишь ли силу благословения, подающего неизреченные блага и не заключающего в себе ничего земного? И еще Павел говорит, и Бог вскоре сокрушит сатану под ноги ваши. А в Ветхом Завете, когда люди были более склонны к чувственности, предметы благословения были чувственные и многочадие считалось величайшим благом. Так как от греха произошла смерть, то Бог желая утешить род человеческий и показать, что Он не истребит его и не предаст совершенной погибели, но еще сделает людей многочисленнее прежнего, сказал, плодитесь и размножайтесь. Когда же сделалось известно, что смерть есть сон, тогда открылось достоинство детства. Поэтому Павел и говорит, хочу, чтобы все человеки были в воздержании, как и я, еще хорошо человеку не прикасаться к женщине. И Христос есть скобцы, которые скопили сами себя ради Царства Небесного. Впрочем, и в древности Бог внушал прихровенно, что нужна добродетеля, а не многочадия. Так, послушай, например, что говорил Премудрый. Не желай, говорит он, множество негодных детей. Серахов 16, 1-4. И не радуйся о сыновьях нечестивых, когда они умножаются. Не радуйся о них, если нет в них страха Господне. Не надейся на их жизнь и не опирайся на их множество. Лучше один праведик, нежели тысячи грешников, и лучше умереть бездетным, нежели иметь детей нечестивых. Но неразумные иудеи, всегда склонные к чувственности, и неродящие добродетели, говорили, он желал получить от Бога потомство, Малахи 2, 15. Поэтому он, желая показать, что он не этого требует, многократно предавал их погибели, когда скудевала между ними добродетель. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Хорошо прибавил он Господом. Это особенно и есть благословение. Получается благословение от людей, но оно касается вещей человеческих, а это величайшее благословение. Люди благословляют, то есть хвалят и прославляют обладающих богатством, властью и почестями. Но такое благословение временное, и когда оно продолжается, не приносит никакой пользы, а благословение Божие вечно и приносит величайшую пользу сотворившему небо и землю. 336. Видишь ли, какова сила этого благословения? Слова его становятся делами, слово его создало небеса, словом говорит пророк Господним, небеса утверждены. Этим же словом столь могущественным он благословляет и тебя. Небо, небо Господу, а землю он дался нам человеческим. Что говоришь ты? Неужели Бог избрал небо в жилище себе и, заняв места горни, назначил нам здешнее? Нет, не так. Но это слова приспособительные к понятиям людей. Если бы это было так, то могли ли бы стоять другие слова сказанные Богом? Небо и землю не я ли наполняю, говорит Господь. Иеремия 23, 24. Последние противоречили бы первым, если бы мы стали принимать те буквально, а не обратили внимание на заключающийся в них смысл. Что же значит небо, небес, Господа, землю дался нам человеческим? Он выражается приспособительно, не заключая Бога в небесах и слова небо престола его земля подножия ног его, равно как и слова разве небо и землю не я наполняю, так же не вполне соответствуют достоинству Божию, а сказаны приспособительно к нам. Бог все объемлет, все носит, не нуждаясь в каком-нибудь месте, но сам содержа все. Небо же называется Содомом его, потому что оно есть место, не оскверненное пороком. Здесь следовательно не говорится, что небо есть избранное место его, точно так же, как и в следующих словах, поставил пределы народов по числу ангелов Божьих в Старозаконе 32.8 или избрал себе дом Иакова. Здесь не говорится, что будто иудеи принадлежат ему, а прочие люди не принадлежат и лишь он и действий его промышления и творчества. Он есть Бог общий всем, а выражение такое употреблено для того, чтобы показать любовь его к ним, как бывшим, по-видимому, лучше других. А что не их одних он избрал, но о всех промышляет, это показывает события, бывшие прежде Моисея и при нем, и после него в разных случаях. Так он дал солнце, землю, море и все прочее, всем вообще. И закон естественный внедрил во всех. Авраама, персиянина, он возлюбил и переселил, но через него вразумлял и египтян, и жителей Хананской земли, и персов. Также через сына и внука его исправлял многих из их соседей, сколько зависело от него. Потом, когда родился Моисей, событиями, происходившими с иудеями, он руководил богопознанием египтян, жителей Палестины и затем вавилонян. Таким образом, когда пророк говорит небо небес Господу, то выражает, что Господь пребывает в тамошних обителях, как в свободных от всякого зла. Так и ты, если не будешь привязываться к земле, но сделаешься ангелом, то скоро войдешь на небо и в отеческий дом, и даже еще прежде воскресения переселишься отсюда и будешь обладать таким достоинством. Как многие из людей, избранных члены Великого Сената и живя в деревне, носят это звание. Так и ты, если захочешь быть гражданином неба, то и живя здесь можешь иметь это достоинство. Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу, но мы будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя! Мертвыми он называет здесь не скончавшихся, но умерших в нечести или сливающих во грехах. Авраам, Исаак, Иакова после кончины так живы, что и живущих приводит их на память. Так Моисей, молясь об управляемом им народе, их именем умоляет Бога, упоминая об них молитве. Так же три отрока их именем молятся о спасении и говорят, не оставь милости твоей от нас, Авраама ради возлюбленного с тобой из Исаака раба твоего и Израиля святого твоего, Данила 3.35. Если же они имели такую силу, то как они мертвы? И Христос сказал, оставьте мертвецам погребать мертвецов своих. Потому и Павел называет скончавшихся не мертвыми, но успокоившимся. Не хочу вас, братья, оставить в неведении о усопших, об умерших. Праведник и скончавшись не умер, но спит. Кого ожидает лучшая жизнь, тот и по смерти спит. А кого ожидает бесконечная смерть, тот и при жизни умер. И при жизни мертвец. Эти последние не сходят во ад, а первые взойдут на небо и будут со Христом. Потому то и пророк не сказал просто живые, но мы живые, указывая на себя самого. Почему он не сказал живые, но прибавляет мы? Так и Павел сказал, мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господни, не предварим умерших в пришествии Господни. Как здесь прибавление мы не дозволяет относить сказанного ко всем, а только к верным и по образу жизни подобным Павлу. Так и там прибавление мы, живые, указывает на подобных Давиду, живущих добродетельно, отныне и до века. Видишь ли, как и это прибавление означает то же, что то же, то, что пророк говорит о живущих добродетельно. Подлинно никто из живущих в этой жизни не живет вечно, кроме только тех, которые живут всегда славной жизнью. И грешники живут, но живут в наказании, мучении и скрежете зубов, а те во свете и славе, занимаясь вместе с бествотными силами возношением таинственных песнопений Богу. Итак, чтобы и нам наслаждаться этой радостью, будем вести такую жизнь, чтобы достигнуть того состояния, которого не будет представить ни слова, ни ум не может и ничто другое, но которого блаженство можно познать только самым опытом. Досподобимся Его все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне и присно и во веки веков. Аминь.